Администрация города Сочи, департамент торговли. Скажите, пожалуйста, кто здесь осуществляет эти предприниматели? Проверка документов – обычное дело. Главной целью мониторинга является пресечение нарушений у бизнесменов, а также обеспечение соблюдения законов и нормативных актов. Осуществляет свою деятельность маринтонерговые группы из числа сотрудников полиции и сотрудников администрации города Сочи. Цель сегодняшних мероприятий в первую очередь – это профилактика и предупреждение правонарушений в области торговли. И в рамках поручения главы города Сочи данные мероприятия будут продолжаться в течение всего летнего курортного сезона. Добросовестные предприниматели правила торговли соблюдают. Соответственно, подобные мониторинговые мероприятия им не страшны. Каждую неделю, каждый день приходят, они предупреждают, что нельзя. У вас есть какие-либо нарушения? Нет, у меня нет. У меня все нормально. Администрация к нам приходит, проводит с нами разъяснительные беседы, и, естественно, мы об этом знаем и соблюдаем все правила. Загромождение торговыми лотками тротуара или проезжей части, впрочем, как и любая торговля, за пределами лотка является нарушением. Штрафа здесь не избежать. Физическому лицу придется уплатить от одной до пяти тысяч рублей. Юридическому от 15 до 300 тысяч. Вот и сегодня без наказаний не обошлось. Выявлено несколько нарушителей. По каждому составлены административные материалы, изъяты предметы нарушения и направлены на склад временного хранения до решения суда. Это значит, что нарушитель может обжаловать решение в суде и доказывать свою невиновность. Если суд признает, что нарушения не было, то изъятые предметы возвращаются на место, административные материалы аннулируются. Если же нарушение подтверждается, то изъятые предметы конфискуются, а нарушителю могут быть назначены дополнительные штрафы. Подобные мониторинговые мероприятия будут проводиться во всех районах курорта в течение всего летнего сезона. Ваня Кабрамян, Александр Киреев. Время новостей.